Здравствуйте, дорогие участники наших завершающихся курсов повышения квалификации. Рад провести последний завершающий вебинар в рамках наших курсов. Сегодняшний наш интернет-семинар будет посвящен ответам на ваши вопросы, которые могли у вас остаться после просмотра записей, которые мы вам рекомендовали, после интернет-семинаров, в которых вы могли поучаствовать или тоже посмотреть записи, если не получалось. Итак, основной запрос, наверное, был посвящен тому, как вам работать непосредственно с нами. Я не буду зачитывать прихланные вопросы, я в целом переформулирую их, буду так обобщать. Скажу, что спрашивали у нас в том числе о структуре нашего синодального отдела. Мы рассылали запись в начале курсов, где вкратце Наталья Святянова рассказывала о том, какие у нас есть структуры. Но еще раз, на всякий случай, я, поскольку такие запросы поступали, прокомментирую основные направления работы нашего синодального отдела, основных ключевых сотрудников, которые отвечают, и то, чем мы, как синодальный отдел по благотворительности, можем быть полезны вам, как представителям епархиальных отделов по социальному служению и церковной благотворительности. Итак, как мы уже вам рассказывали, работа нашего синодального отдела структурируется, разбивается на несколько направлений деятельности. За каждое направление отвечает свой специалист. Есть направление помощи семьям, направление помощи людям с инвалидностью, это в том числе и детям, людям взрослым, совершенно с разными группами инвалидов по зрению, по слуху, ментальным инвалидам. Это отдельное направление. Направление помощи бездомным, направление профилактики абортов и защиты материнства, помощи кризисным беременным, в том числе, это все входит в это направление. Направление утверждения трезвости, помощи алкоголю зависимых их семьям. Антинаркотическое направление, они у нас в отделе разделены, за каждое из них отвечает свой специалист. Церковная помощь в чрезвычайных ситуациях и при нашем отделе существует ассоциация сестричных милосердий. За каждое из этих направлений закреплен свой специалист, который давно занимается этой деятельностью, который, в общем-то, компетентен в этой области, не только у нас здесь, в городе Москве, но и во всей Русской Православной Церкви. Контакты этих специалистов есть в этой таблице, эту таблицу мы обязательно опубликуем, еще раз разошлем вам. По этим контактам, по e-mail адресам вы можете адресовать этим людям все ваши вопросы касаемо развития социальной деятельности по тому или иному направлению деятельности. Все ваши вопросы, все ваши просьбы как-то в чем-то помочь адресуйте профильным специалистам. Они работают в своей среде уже достаточно давно, как правило, руководители этих направлений курируют один или несколько даже проектов у нас здесь, в Москве, поэтому я думаю, что в принципе они смогут вас помочь или сориентировать, кто вам сможет помочь с тем или иным конкретным вопросом, который вы к ним адресуете. Кроме того, с два года назад до с 2016 года работа нашего синодального отдела, она еще и разбивается по округам. То есть за каждый федеральный округ в нашей стране и ближайшем зарубежье отвечает тоже свой специалист, куратор так называемых федеральных округов. Федеральных округов вы видите здесь на картинке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, включая Среднюю Азию, Юг и Южный и Северо-Кавказский федеральный округ у нас объединены в один. За каждый из федеральных округов отвечает свой куратор, их контакты, если вам неизвестны, вы можете спросить, вот видите, е-мейл здесь указан, работа по округам, куратор, собака, деканиру. Вы можете по этому е-мейлу узнать контакты того куратора, который отвечает за ваш федеральный округ. Что это за люди, что это за кураторы, зачем они нужны? Это те люди, которые являются связующим звеном между теми, кто работает в социальной сфере в федеральном округе, вообще во всех епархиях, входящих по итогам, и Синодальном отделе по благотворительности. То есть вы и можете опять же задавать любые вопросы, просить их проконсультировать по любому вопросу, связанному с развитием социального служения. Они вас обязательно направят, к кому? К такому человеку, который мог ответить на ваш вопрос. И одновременно с этим эти же люди, эти кураторы, они будут до вас доносить и уже доносят до многих через рассылки, через телефонные звонки, кто-то через смс-ки, информацию, которую мы хотели бы донести до всех, кто занимается развитием церковного социального служения. Это информация о крупных мероприятиях, о съездах, обучающих курсах, о каких-то грантах, которые проводит наш отдел или другие организации. Да, всю ту важную информацию, которая может помочь вам в развитии социальной деятельности, они будут вам сообщать. Если вам не приходит никакая рассылка, ни разу с вами никто не связывался из числа кураторов округов в нашем отделе, обязательно напишите на указанный e-mail адрес, спросите, кто ваш куратор, наладьте с ним связь. Это тот человек, который будет призван помогать вам в развитии социальной деятельности. Итак, кроме того, в нашем отделе действует и работает направление обмена опыта и повышение квалификации. Ну, это непосредственно то направление, в рамках которого проводятся вот эти онлайн-курсы. Помимо дистанционных курсов обучения, у нас еще проводятся стажировки, организовываются съезды, конференции, выезды. Ну, все те мероприятия, цель которых это вот как-то донести накопленный успешный опыт до максимального круга людей, которым этот опыт мог быть полезен. Мы стараемся делиться не только каким-то московским опытом, который далеко не всегда показательным. Мы пытаемся мониторить то, что происходит интересного в епархиях и распространяем успешный опыт других многих епархий. Стажировки у нас проводятся, например, не только в Москве, но и в Екатеринбурге. Надеемся, что скоро они будут проводиться и в других федеральных округах, потому что, конечно, в регионах тоже очень много интересных таких начинаний, очень много инициатив, очень много того, что получилось буквально с нуля и то, на что можно посмотреть, какой опыт можно действительно перенять и тиражировать. Если у вас есть какие-то вопросы по нашим стажировкам, по нашим обучающим курсам, прошедшим или грядущим, обязательно пишите на e-mail этого направления, обменяем опытом, онлайн собакадекони.ру, e-mail здесь тоже указан. У нашего отдела существует сайт, портал деконе.ру. Надеюсь, все из вас, в принципе, на этом сайте были. Я думаю, те, кто участвует в наших вебинарах, они прекрасно знают этот сайт. У него есть несколько таких самых важных функций. Подробно о сайте, конечно, не буду, потому что вы можете на него зайти и посмотреть. Во-первых, основная часть информационного портала – это, конечно, новости о социальном служении. Мы стараемся распространять информацию о чем-то значимом, о чем-то важном, о чем-то успешном в сфере церковного социального служения. Новости с нашего сайта часто попадают в светские СМИ, это такая, ну, своего рода миссия, проповедь, что люди, конечно, узнавая о социальном служении, о делах милосердия, которые делает церковь, они как-то, для них церковь открывается в новом таком качестве, для них это является чем-то, что создает правильный, да, можно сказать, положительный и истинный образ церкви, что особенно важно в нашу сейчас, нынешнюю эпоху. Ну, кроме того, новости, конечно, это показатель того, ну, где социальное служение развивается более активно, где менее активно. Если у вас есть какие-то, да, интересные проходят события, есть какие-то новостные заметки, если происходит у вас что-то важное, интересное, открывается какой-то центр, обязательно присылайте. Нам эту информацию, вот здесь показана наша пресс-служба, которая непосредственно занимается новостями в лице Василия Рулинского, пресс-секретаря, это деканья-собака-яндекс.ру. На этот адрес вы можете присылать ваши новостные заметки, пресс-релизы, и если это что-то действительно важное, что-то интересное, что-то значимое, и если это, ну, более-менее качественно подготовлено, не просто какой-то текст, да, не очень хорошо составленный с множеством фотографий, снятых на телефон, а что-то такое, ну, что можно повесить на сайт, мы, конечно, будем рады и вашу новость тоже повесить. Если это что-то имеет значение общецерковное, это появится в главных новостях, если это что-то такое более локальное, у нас есть там раздел чуть-чуть ниже «Социальное служение епархии». Так или иначе, да, призываем вас тоже делиться вашими событиями, чтобы вместе радоваться о том, что не только, да, в крупных епархиях в Москве что-то происходит значимое, но и по всей, по всей нашей необъятной русско-просландой церкви. Ну, отдельный раздел нашего сайта посвящен вебинарам, про который я уже сказал, есть анонсы, про это не буду много говорить, потому что раз вы участвуете в наших вебинарах, вебинарах, значит, вы, наверное, с этим разделом знакомы. Есть очень важный раздел «Методики». Там собраны все наши методические пособия, книжки, алгоритмы, инструкции, которые мы за вот 8 лет работы отдела подготовили для вас, основываясь на успешном опыте развития непосредственных, да, социальных проектов. Один из вопросов, который пришел к этому вебинару, это поделитесь практиками развития непосредственно каких-то проектов, мы еще чуть коснемся позже его, но, предваряя это, скажу, что именно в методиках, именно в методиках, в разделе нашего сайта, есть как раз примеры развития тех самых социальных проектов. Как создать богодельню, как открыть дом для мамы, как создать центр гуманитарной помощи, как создать службу добровольцев, да, прям там пошаговый алгоритм, если есть целый учебник создания службы. Ну, грубо говоря, такие вот методические пособия, учебники, взяв которые, причем они тоненькие достаточно, в разделе методики они в электронном виде выложены, прочитав которые, вы, может быть, и не сможете, да, прям взять и вот прям пошагово так сделать, потому что, конечно, ну, у нас у всех очень разные реалии. Одно дело Москва, другое дело какой-нибудь другой город-миллионный, совсем третье дело это сельская местность, но какая-то пища для ума у вас все равно будет, какие-то наработки, какие-то интересные мысли, основываясь на которых, осмыслив, которые вы сможете сделать что-то свое. Всегда проще что-то сделать, конечно, отталкиваясь от чего-то уже, да, до вас сделанного и описанного. Поэтому вот такая вот, да, как точка, отправная точка, это вот наши методические пособия, которые, милости просим. Уже больше 40 книжек таких методичек там у нас опубликовано, по-моему, есть все на свете. Какой вы бы социальный проект не захотели бы развить, вы можете зайти в раздел методики, и посмотреть, как до вас это уже кто-то успешно сделал. Ну, а в разделе вебинаров, архива вебинаров, есть еще и видеозаписи, где вот эти специалисты рассказывают, показывают слайды, видеозаписи какие-то. Ну, я думаю, вот эти два раздела, архив вебинаров и методики, это, в общем-то, где за последние, да, с 2011, 2010 года, сколько работает наш стандартный отдел по благотворительности. Этого более чем достаточно, чтобы желающий человек мог буквально с нуля, без финансовых и человеческих ресурсов, ну, уже что-то начать делать. На сайте Деканеру есть такой раздел официальные документы, там у нас представлены разные соглашения с Министерством здравоохранения, социальной защиты, с разными ведомствами, примеры соглашений с больницами, с разными, да, учреждениями, которые подчинены департаменту соцзащиты и так далее. Ну, те документы, которые важно вам знать, чтобы отталкиваться, да, как-то юридически, какую-то правовую базу иметь, чтобы заключить свое соглашение, чтобы знать, какие у вас есть права и так далее. За этот раздел отвечает наша юридическая служба. Это еще, да, один наш вот такой вот структурное подразделение. Здесь указан e-mail адрес старшего юриста, руководителя нашей юридической службы Натальи Стариновой. Ее видеозаписи мы вам высылали, она там действительно очень кратко и лаконично рассказывает о всех основных моментах, которые вам, как организаторам социального служения на местах, важно очень знать. Я надеюсь, вы эти записи посмотрели. Ну, поскольку вопросов юридических от вас не поступало, ну, мы решили, что, наверное, мы для вас смогли в этих видеозаписях, разусловно, вам все донести достаточно ясно, так что даже вопросов не осталось. Есть база данных социального служения. Про базу данных была отдельная видеозапись в рамках нашего курса. Не буду подробно об этом рассказывать. И отдельный раздел гранты. Раздел очень важный. Там мы ведем такую, можно сказать, статистику. Ведем просто перечень грантов, которые актуальны на текущий момент. Например, сейчас один тоже из вопросов, который поступал к сегодняшнему вебинару, это расскажите подробнее про гранты, которые выдаются на дальний отдел по Центрам гуманитарной помощи. И вот сегодня в час дня у нас был интернет-семинар, который как раз Мария Студеникина проводила по этому гранту. Кто не смог в нем поучаствовать или не знал о нем, мы вот просто достаточно так анонсированы, было достаточно поздно, мы обязательно выложим видеозаписи буквально на днях этого проведенного ей семинара. Она там рассказывает о всех положениях конкурса, как принять в нем участие, как получить деньги на открытие своего Центра гуманитарной помощи. Информация об этом гранте и положение, они как раз присутствуют на нашем сайте в разделе гранты. Туда же мы, кстати, и повесим видеозапись этого интернет-семинара сегодняшнего. Там же висит сейчас информация о гранте православной инициативы, которая 24 октября заканчивается. Ну и когда появляются новые какие-то конкурсы, новые какие-то субсидии, которые вы могли бы получить на развитие вашей социальной недели, мы стараемся вовремя вешать их на сайт в разделе гранты, чтобы вы могли о них знать и чтобы вы знали, где о них узнать подробную информацию, как в них участвовать. Вот. В целом, такая структура нашего синодального отдела, нашего сайта, которые, все вот то, что вы видите на этой схеме, это, в общем-то, все наши направления работы. Они функционируют исключительно, чтобы помогать вам на местах развивать социальные проекты, делать дела милосердия. В общем-то, мы для этого здесь и работаем, чтобы вам в этом помогать. Не стесняйтесь к нам обращаться, пишите, звоните, пользуйтесь нашим сайтом. Все это сделано именно в помощь вам. Так, переходим, да, к следующей теме. Ну, вот, опять же, возвращаясь к вопросу, который был задан, пришел к нам про развитие непосредственно проектов, да, как он звучал, не хватило конкретных примеров реализованных проектов, которые можно развивать при нашем храме, да, либо при апархиальном отделе на уровне благочиния. Ну, понимаете, дело в том, что, конечно, в рамках вебинара очень сложно дать какие-то практические примеры. Наши ведущие, которые проводили вебинары по направлению, они, конечно, ссылались. Они ссылались на свой опыт, они иногда ссылались на региональный опыт, что вот там и было сделано так-то, здесь было так-то. Мы, когда начинали, у нас получалось так-то. Ну, у нас очень много слушателей, совершенно разных, совершенно разных епархий. Это и богатые метрополии, и бедные деревни сельские где-то на окраине, да, как это, небольших епархий. У всех очень разные, как-то свои, такие, ну, реалии свои. То, да, где вы живете, это совершенно, ну, невозможно дать какие-то общие рекомендации, общие алгоритмы. И, тем более, сделать это в рамках вот наших вебинаров. Тут у нас практически нет обратной связи, то есть, ну, мы что-то говорим, вы нас слышите, вы иногда, конечно, присылаете какие-то вопросы, мы на них пытаемся отвечать. Но, так или иначе, поделиться прямо опытом реализации проектов можно только, наверное, воочию. Поэтому мы, во-первых, приглашаем вас на стажировки, приглашаем вас в Москву, посмотреть на то, как у нас здесь получалось. Это тоже, конечно, большой город-миллионник, многомиллионник, да, и что здесь немножко свои особенности. Так или иначе, посмотрев на то, как у нас здесь в 90-х годах все начиналось, очень многое, можно тоже сделать для себя какие-то выводы, как у себя, из чего это начать, как это развить. Приглашаю на стажировки в Екатеринбург, они у нас проводятся, две большие стажировки, там, каждый год, это зимой и в августе, в следующем году, я надеюсь, тоже, но и в частном порядке тоже можем. В Екатеринбург это такой опыт, который более близкий, может быть, небольшим городам. Ну, в любом случае, при личном контакте, когда вы сможете воочию посмотреть на работу социальных проектов, гораздо проще какой-то опыт такой непосредственно практически перенять. Ну, и второе, это то, о чем я вам уже сказал, это методики. Методики, которые мы делали не только на опыте нашей Москвы, откуда мы сейчас обещаем, проводим вебинары, но и методики, которые мы писали в соавторстве со многими региональными специалистами, где описана непосредственно реализация тех или иных проектов, в том числе в небольших городах. Есть у нас методичка помощи семьям в сельской местности, есть у нас алгоритм организации добровольческих служб, который мы делали совместно с очень многими разными добровольческими службами, в том числе совершенно небольшими и находящими в некотором удалении от крупных городов. Предлагаем вам с этим ознакомиться. Был вопрос по поводу организации добровольческой деятельности. Мы вам высылали видеоучебник, видеозапись, да, точнее, там несколько видеозаписей, видеоучебника по организации добровольческого служения, он достаточно большой. Надеюсь, что, ну, большинство хотя бы из вас посмотрели, может быть, не все, но самое такое интересное. И поступал вопрос по поводу встречи новых добровольцев. Нам, в общем-то, этот вопрос задают периодически, потому что мы делимся там опытом, что для того, чтобы, да, со временем наладить постоянный приток новых добровольцев, а добровольцы, ну, как мы уже вам говорили, это, в общем-то, все-таки основная движущая сила любых социальных проектов, если добровольцы есть, то, в общем-то, ну, социальное служение церкви будет жить. Даже если там практически нет сотрудников, нет ни материальной базы, ничего. Если добровольцев нет, то сколько бы вы ни нашли там материальных средств, да, ну, все равно это будет что-то совсем неполноценное. Поэтому, конечно, это очень важное направление, и замечательно, что по этому направлению все-таки были какие-то вопросы, значит, что люди этим интересовались, об этом думают. И вот был вопрос о том, что, ну, точно ли надо всем делать, как вот у нас в Москве, что у нас каждое воскресенье, первая встреча добровольцев проводится вот в 12 часов, и никогда это не отменяется, мы вот ждем, вот каждый раз там кто-то приходит, нас спрашивали люди о том, что, ну, город небольшой, и явно каждое воскресенье не будет приходить. Неужели это нельзя как-то другим образом организовать, потому что, ну, каждый раз сидеть, ждать, когда там в месяц два человека придет, ну, как-то странно. Хотел бы с вами поделиться опытом организации добровольческой службы в маленьком городе Ростов-Великом. Один из вебинаров нашего курса проводила Лариса Губанова, специалист из Ростова-Великого, которая туда переехала, из Ростова-на-Дону. Она рассказывала про сопровождение детей-сирот, но, помимо этого, она еще раз занимается организацией добровольческой службы там у себя, и вот она поделилась следующим опытом, как она вышла из этой ситуации. Там 35 тысяч людей живет в этом городе, и, ну, в основном, у себя молодежь уезжает либо в Ярославль, либо в Москву. Людей молодых, таких активных, такого костяка, которая в основном у нас такая, мадвижущая сила, да, их там очень мало. Как она вышла из этой ситуации? Опять же, немножечко так, обобщая ее опыт еще с некоторыми другими проектами, которых я знаю, предложу следующий вариант. Можно, например, завести социальную группу в социальной сети, вашей добровольческой службы. Ну, это должна быть, конечно, какая-то такая группа, которая привлекает людей, привлекает молодежь. Это не должно быть, наверное, что-то такое, там, служба какая-то, там, при каком-то храме. Это должна быть какая-то вот телеслужба, милосердие, там, еще что-то. Ну, вот такое, что может привлечь, в том числе, светских людей, не оттолкнуть этих случаев. И привлекать в этой, ну, во-первых, распространить информацию об этой группе среди тех людей, которые у вас в городе, да, живут, если на тех, опять же, на тех страничках, в тех группах социальных сетей, где много людей, которые живут рядышком с вами, ну, у каждого города, у каждого даже района, в крупных городах есть своя группа в соцсети, они по-разному называются. Я думаю, если поискать, найти можно. Так или иначе, распространить там информацию, что у вас открылась такая служба добровольцев, что вы помогаете нуждающимся людям, туда постараться побольше людей включить, и туда периодически публиковать просьбу уже конкретную о помощи. Люди очень хорошо отвлекаются не на призыв просто, а давайте помогать, а давайте сделаем мир лучше, а давайте там поможем всем на свете, пожилым и так далее, а на что-то конкретное. Да, вот пожилой Марии Ивановне нужна помощь, она одинокая, ей столько-то лет учащиеся войны, ей вот нужно то-то и то-то и то-то. Давайте, дорогие друзья, соберемся, и тогда сходим к ней и поможем. Ей нужно помыть окна, ей нужно принести продукты, организовываем, ждем, кто может помочь. Вот такой конкретный посыл, помощь конкретному человеку, с конкретной просьбой уже, ну, конечно, без каких-либо телефонов и адресов, естественно, потому что все, что делается в интернете, в пространстве, должно быть все-таки иметь какие-то ограничения. Люди откликаются, да, там откликнулось 5-7 человек, совершенно которых вы не знаете, да, например, и, конечно, которых вы не можете пускать, да, вот ваши подопечные. И вы с этими людьми связываетесь, списываетесь, созваниваетесь, с ними намечаете вот ту самую первую встречу, там с ними общаетесь, рассказываете про свою службу, записываете в добровольцы, там их собеседуете, ну, все по тому же алгоритму, который мы вам предлагали, да, в рамках нашего вот этого видеоучебника. И вот с этими людьми выбираете тот день, который был бы им удобен для встречи. Потом какая-нибудь другая, да, например, просьба, вы хотите идти там в детский дом или в больницу, организовать пост, ну, если добровольческий пост, помощи какой-то районной больницы. Вы об этом пишете, что есть такая-то больница, что там нужна такая-то помощь, что тогда-то и тогда-то нужно то-то и то-то. Давайте, кто может? Люди откликаются, опять же, и вы с этими людьми, кто откликнулся, выбираете определенный день, с ними встречаетесь. То есть есть вот такой вариант встречи новых добровольцев, как сделать это не так, чтобы это был стабильный день, как каждую неделю, и так, что не всегда к вам кто-то приходит. Но надо понимать, что минус такого варианта – это то, что у вас не получится развесить объявление, что вот каждое воскресенье приходите, вступайте, потому что у вас день, да, варьируется. Но зато в объявлении, например, в каком-то можно писать телефон. Главное, чтобы он был неизменен, куда люди могут позвонить и узнать, отдать ближайшие встречи. Ну вот это отвечая на вопрос, заданный по встрече новых добровольцев. Вот. В целом, наверное, всех основных вопросов, которые нам поступали заранее, я коснулся. Надеюсь, что, да, поскольку других вопросов не было, мы свою миссию в рамках этих обучающих курсов выполнили. Конечно, мы будем с вами на связи. Вот эта таблица перед вашими глазами будет разослана специально, чтобы вы, если вдруг столкнетесь с теми или иными вопросами, сложностями, просьбами, все равно к нам всегда обращались после завершения курсов. Я очень надеюсь, что некоторые из вас доедут, так или иначе, до Москвы на какие-нибудь стажировки, на какие-то мероприятия. Если просто будете в Москве, обязательно нам сообщайте, просто можно пересечемся. Чай попьем, обсудим, что у вас получается, что не получается. Будем всегда очень рады. До перехода к ответам на вопросы, мне подсказывают, чтобы я обязательно объявил вам, чтобы вы в таблице, в списке участников, которая вам неоднократно рассылалась, я надеюсь, ссылка у вас есть, и мы еще раз ее разошлем вместе с записью этого вебинара, проверили свой статус. Все ли задания от вас мы получили, все ли документы вы прислали, все ли у вас там в порядке, чтобы потом не возникало каких-то недоразумений, что вы ждали, что вам слушали какие-то вебинары, ждали, что вам перейдут документы об окончании, а оказывается, мы от вас не получали никакие задания, ничего, и даже не знаем, что вы участвуете в этом обучающем курсе. Чтобы таких ситуаций не было, проверьте свой статус, проверьте, нет ли ошибок в написании, наверное, уже, конечно, поздно в конце обучения, проверьте ошибки в написании фамилии, потому что, в общем-то, документы уже готовятся. Так или иначе, обязательно посмотрите список, если что, всегда пишите на наш общий ящик, email-адрес, курс повышения квалификации, кпксобакагиакония.ру Переходим, когда это на вопрос. Я присоединился к курсу только в октябре, будет ли повторный такой курс? Да, такие курсы у нас проводятся каждый год, они начинаются либо в конце августа, либо в начале сентября. Этот курс посвящен непосредственно организации социальной деятельности на епархиальном уровне, да, на уровне епархии. Кроме того, в ноябре, в ноябре уже этого года, да, чуть больше, чем через месяц, мы начнем наш традиционный курс для социальных работников. Тоже дистанционное обучение, но оно будет ориентировано непосредственно на тех, кто реализовывает, да, участвует. Не на организаторов, не на администраторов, менеджеров, да, кто вот участвует в основном в нашем текущем курсе, а именно на тех, кто занимается развитием проектов на приходском или благочинническом уровне. Для вот таких социальных работников наш дистанционный курс начнется в конце ноября. Мы обязательно объявим об этом, в скором времени уже сделаем рассылку. Если вы зарегистрированы на сайте Диканье.ру, вам придет эта рассылка, что будет такой курс. Ну, следите за новостями в любом случае, и обязательно, как всегда, мы разошлем по епархиям, чтобы они тоже передали вашим социальным работникам. Курс, как всегда, этот будет чуть-чуть подольше, он будет идти около пяти месяцев, не такой интенсивный, там будет, ну, два вебинара в какие-то периоды, один вебинар в неделю даже бывает, когда-то чаще. Вот, поэтому он немножко растянут, и он направлен на то, чтобы вот взять и развить какой-то один социальный проект. Недеятельность во всей епархии, как мы вот стараемся, да, сейчас, вот направлен на наших случаях обучающий курс, этот был, чтобы, ну, помочь вам как-то подтолкнуть и развивать деятельность на территории всей епархии. Да, в ноябре будет, наоборот, курс, который поможет развить один какой-нибудь небольшой или большой социальный проект на приходском или епархиальном уровне. Приглашайте всех ваших социальных работников, либо, если вам этот курс тоже интересен, обязательно принимайте участие, будем вас тоже на нем ждать. Отец Николай из Бориса Глебска. Вопрос, прошедший в курсе. Я писал совместный, да, это, видим, матушка пишет отца Николая под его именем. Совместный проект с социальным работником другого нашего, прихода нашего города. Мне документы о выкачании курса пришли, а ей до сих пор нет. Как быть? Ну, все правильно, вам ответили. Написать на почту онлайн деканеру. Ну, такие технические вопросы хорошо, да, можно обсуждать с нашими, теми, кто отвечает за почту. У нас непосредственно Юля вам отвечает, обязательно посмотрит фамилию вашей помощницы. Ну, вопросов, я вижу, больше нет. Надеюсь, что раз их нету, значит, все было рассказано. Либо совсем непонятно, либо, наоборот, совсем понятно. Был рад, да, с вами общаться, ну, хотя в одностороннем таком формате больше, но все равно, надеюсь, что мы смогли чем-то помочь вам в развитии социальной деятельности епархиальной. Еще раз хочется пожелать вам Божьей помощи, чтобы вот это в этом нелегком деле, которое действительно, конечно, в епархии, раскачать, да, всех, кто в епархии, так или иначе, этим занимается или могут заниматься, это непросто. Даже если епархия небольшая, а тем более, если это большая метрополия, ну, все люди разные, у всех разные приоритеты. Тем обычно, ну, кто поставлен на должность руководителя социального дела, хочется, да, чтобы все это поддерживали, это не всегда так получается. Но, так или иначе, наше дело, да, делать то, что от нас зависит, а все остальное уже, наверное, сделает Господь. Наше дело предлагать людям, вдохновлять их, ну, а там дальше уже потихонечку, потихонечку кто-то будет вдохновляясь, тоже следовать нашему примеру и потихонечку, да, где-то в одном месте в епархии начнет развиваться, потом в другом, в третьем, в четвертом, в пятом. Вот. Конечно, такие, вот, развитие, да, социальной деятельности, оно, наверное, практически невозможно принудительно. Можно, конечно, человека назначить, можно его, там, обязать, но, если он очень послушный и исполнительный, конечно, он, наверное, будет что-то делать, но, так или иначе, без энтузиазма, без искорки такой хорошей в глазах, без, действительно, желания этим заниматься, это сделать очень сложно, поэтому, наверное, задача тех, кто поставлен на такое послушание, это больше вдохновлять людей, вдохновлять, рассказывать, как это важно, как это нужно. Святейший Патриарх очень много об этом говорит, именно вот в таком тоне вдохновляющем, да, видно, что человек, вот, ну, считает это очень важным служением, что, считает это неотъемлемым служением церковной общины. Вообще, конечно, любая социальная деятельность, она должна рождаться из церковной общины, из жизни церковной общины. И это первое, наверное, на что нам надо, да, свое внимание уделить. Об этом говорил отец Евгений Попеченко очень хорошо в начале нашего курса. Если хорошо, да, если правильно организована жизнь приходской общины, то из нее, конечно, очень лаконично, вот, родится, разовьется и социальное служение, и любые другие аспекты церковного служения. Вот. И наша с вами задача, конечно, этим вдохновлять людей, всех людей, которые занимаются этим на территории, да, данной вами в Попечении, территории вашего благочения, территории вашей епархии, помощи вам Божией в этом. Главное не переживать, главное, да, молиться Богу и самим делать все, что мы можем. Надеюсь, да, что у нас с вами будет потихонечку все получаться. Всего вам доброго. Надеюсь на очные с вами встречи. Храни вас Господь.